Всем привет! Я Анатолия Швейгань, парафармацевт, нутрициолог, ароматерапевт. И сегодня в этом видео мы узнаем все об эфирном масле чайного дерева. Наверное, самый популярный эфир, который впервые появился в наших аптечках, может быть, в аптечках наших родителей, бабушек и дедушек. Чайное дерево всемирно известно, это семейство миртовые, очень сильное эфирное масло, которое решает многочисленные задачи по здоровью. Этим-то он и хорош. Быстрое, четкое и понятное действие. Собирается путем паровой дистилляции и содержит в себе несколько химических элементов, которые не встречаются вообще больше нигде в природе. Поэтому чайное дерево настолько уникальное и решает четко задачи быстро и в срок. Вот эти компоненты делают эфирное масло чайного дерева уникальным. Какие же задачи решает этот эфир? Первое. Весь мир знает, что эфирное масло чайного дерева – это самый сильный антисептик. Рядом с эфирным маслом чайного дерева не живет ни одна бактерия. И можно проверять хоть на домашней плесени где-нибудь в ванной комнате, хоть на грибке стопы, себя буквально на ноге. Вопросы жизненные, такие бытовые, понятные. И чайное дерево является очень сильным фунгицидным эфирным маслом. То, что убирает любые проявления грибов, грибковых в разных видах. Начиная с кандидоза и все протоколы против этого грибка, который действительно может жить годами в нашем теле – это основа нашей микрофлоры. Но при неправильном питании, при большом количестве сахаров, при больших стрессах, недосыпании и много-много причин, может проявляться максимально неприятно в нашем теле. И кандидоз решается очень быстро с эфирным маслом чайного дерева, что невероятно приятно, особенно при использовании день в день, секунду в секунду, вы понимаете, что даже вот таких побочных, неприятных эффектов зубжения можно избежать. Вы просто убираете эту задачу. И жирное масло чайного дерева принимается как наружное, так и внутреннее. Понимаешь, что это очень сильный антисептик. Это работа по своим видам акне, начиная с глубоких подхожных воспалений, возможно, вызванных колебанием нашей эндокринной системы. Да, масло чайного дерева будет вытягивать все наверх. Точно так же, как и вросшие волосы, какие-то вопросы воспалительных процессов глубоких, масло чайного дерева будет доставать на поверхность эти очень неприятные и болезненные проявления. Все виды стафилококка, разных бактериальных инфекций, которые вдруг попадают в нашу кожу по ряду причин. По причине сниженного иммунитета, может быть, гигиенических особых процедур, которые нарушили кожный покров и допустили проникновение инфекции к нам в клетке. Чайное дерево хорошо с этим справляется. Буквально в чистом виде, променяя точечно на прыщички, акне, вы убираете проявление таких воспалительных процессов. Конечно, чайное дерево очень сильное регенерирующее средство, и взаимодействие вместе с лавандой или чередование позволяет максимально быстро залечить любые раны, буквально нарастить новый кожный покров, убрать возможные, предотвратить возможное бактериальное заражение, поврежденное место и получить колоссально быстрый эффект в считанные дни на покровах тела. Масло чайного дерева применяется, как я уже сказала, и на стопах ног. Если мы для профилактики хотим, после бассейна общественных носов все-таки обработает нашу кожу, масло чайного дерева подходит лучше всего. То есть, а также при терапии, если уже есть затяжные вопросы, которые не решаются медикаментозными средствами, просто обрабатывая ваш ноготь, каждый день, утром, вечером, до тех пор, пока ноготь здоровый не отрастет, вы получаете шикарный эффект без возврата назад. Эти проблемы могут годами длиться, нерешенными оставаясь. И эфирное масло чайного дерева позволяет все благополучно разрешить. Также масло чайного дерева идет за многих протоколов, применяемых против аллергии. Пищевых аллергий, полиноза, любых проявлений аллергических реакций. Чайное дерево собирает, как абсорбент, буквально, беря на себя все продукты распада, воспалительные процессы, которые вызывают аллергии, и позволяет клеткам хорошо избавляться от лишнего, не вступая в воспалительные процессы. Это очень интересный эффект. И есть прекрасные мультики, вознужденные после наблюдения под микроскопом, как бактерия и, в принципе, бактериальный фон реагируют на масло чайного дерева. Буквально эфир заходит в оболочку бактерии и заставляет ее раскрыться полностью. Бактерии все-таки очень крепкие оболочки содержат, защищаются от внешней окружающей среды. Это их задача. Они долго играющие, долго живучие. Но эфирное масло чайного дерева проникает даже через такую органическую защиту, придуманную природой. Частое мое применение масла чайного дерева. Я обожаю все-таки процедуры уходовые. И любые вопросы, связанные с изменением кожного покрова, чайное дерево убирает быстро. Раз. Два. Обожаю использовать вместе с шампунем так, чтобы кожные покровы головной очень хорошо регенерированы, без лишних роговеющих слоев. Все вопросы перхоти, каких-то издержек ухода, смены шампуня, чайное дерево убирает очень быстро. Плюс, конечно, чайное дерево идет во все протоколы, детокс. Там, где мы хотим максимально оздоровить микрофлору кишечника, там, где мы хотим остановить проявление патогенов, чайное дерево используется очень хорошо при приеме внутрь. В моей личной истории чайное дерево решило герпес максимально быстро. И буквально в чистом виде, нанося на очаг воспаление, мне потребовалось не две недели, а всего лишь два дня, чтобы убрать проявление герпеса вирусной инфекции. Более того, при сдаче анализа крови по причине беременности, вдруг я увидела, что герпеса в крови нет, не обнаружено. Настолько незначительный, видимо, этот вирус сейчас в моем деле присутствует. Он, во-первых, не проявляется больше двух лет вообще, хотя каждый год стабильно по 4-5 раз в сезон. И кровь, даже анализ крови, я не показываю, что вирус герпесе есть мои крови. Но я сделала протокол при приеме внутрь чайного дерева. Это делается очень интересно. Прием от французских коллег, ароматерапевтов, пришедших, или в пищевую капсулу на базовом пищевом масле, или на таблетку активированного угля по одной капле утром-день. В момент приема пищи вы получаете колоссальный эффект. Здесь следует добавить, что любые протоколы, которые вы найдете, у ароматерапевтов нужно адаптировать под себя. Да, требование к качеству черных масел сейчас предъявляется как к фармакологии, как к парафармацевтике. 54 ступени проверки, которые содержат в себе CPTG стандарт, чистоты. Это не более чем прием, который применяют для парафармацевтики в Йосе. По факту это как раз химический состав, концентрация, целесообразность предложенного химического состава. Но здесь вопросов нет. Это природный источник. Это наличие пестицидов в почве. Вдруг исходный природный источник выращен искусственно, с добавлением стимуляторов роста. Это, конечно, будет влиять на качество применяемого эфирного масла. Плюс наличие, опять же, бактериального фона, кандидоза, любой органики ненужной, которая несовместима, конечно, с чистым производством эфирного масла. Плесень – это подход как раз к ранению, сбору исходного продукта и так далее. Вот 54 ступени, имея на руках как минимум газовую хроматограмму, и понимая, из чего состоит эфирное масло, мы можем рассчитывать на понятный результат, точный результат даже дистанционно, проводя некие процедуры с эфирным маслом. Если масло чисто, да, действительно, можно утверждать, что одна капля будет работать эфирное так. Поскольку чайное дерево – это самое фальсифицированное, наверное, масло, ну, наравне с лавандой, с мятой во всем мире, здесь делаю отдельный акцент, если есть какие-то иллюзии по поводу качества и цены, выбирайте только сон. Лучше, если вы хотите решить вопрос с грибковыми, с вирусом герпеса и акне любых проявлений, если вы хотите получить результат, опирайтесь только на чистый терапевтический класс. В этом видео мы познакомились с эфирным маслом чайного дерева. Я поделилась своими историями и жду ваши истории, если вы напишите под видео в комментариях, какую роль чайное дерево сыграло в вашей жизни.